Подобные первые воспоминания у меня и о дедушке. Я помню теплоту, силу, любовь, уверенность в себе, исходившие от него. И это притягивало меня к нему с самого детства на каком-то подсознательном уровне. Больше всего меня восхищали в нем непоколебимое самообладание, спокойствие, ни грамма волнения, никакой суеты. А еще его вера во все хорошее, способность понимать людей, из этого понимания произрастали любовь и чуткое отношение ко всем людям, даже не самым хорошим. У дедушки была такая сильная аура, что люди перед ним терялись, даже самые самоуверенные. Он это чувствовал и улыбкой или шуткой помогал выйти из неловкой ситуации. Есть такой восточный обычай, когда человек уезжает из дома, вслед ему выливают воду, чтобы в делах и дальней дороге сопутствовала удача. В нашей семье этот обычай соблюдается, и обычно это делают младшие. За дедушкой, когда он уезжал на работу или в дальние поездки, всегда выливали воду. Вначале это делали я, моя сестра, двоюродные братья, потом мой младший брат. А теперь это делают мои дети, когда мой папа или мама отправляются в поездки. Последний раз, когда дочка выливала воду, я прямо вспомнила себя девятилетней. Я ни о чем не жалею. У меня было очень счастливое детство. Конечно, сейчас все по-другому понимаю и оцениваю. Ощущение, что я разделена с дедушкой, нет. Я чувствую его присутствие, часто вижу во сне, как он смеется и мне всегда бывает странно, почему он рядом, а я не могу к нему прикоснуться. Он любил каждого из своих внуков по-разному. Могу точно сказать одно, для меня он был любимее всех.